27 августа, семинар на ютубе, в прямом эфире, покаяние церкви в культе Богородицы, вот, и я буду сразу продолжать, поэтому не выключайтесь, да, как говорится, оставайтесь с нами. Вот, и я предлагаю прямо сейчас совершить и хлебопреломление, у меня здесь все приготовлено просто, в общем дело, у меня есть приготовлено все, я приготовил здесь плод виноградной лозы, у меня виноградный сок, и у меня хлеб, остатки халы, шаббатные, субботние, вот, я преломлю здесь, вот, и возьмите себе хлеба, возьмите себе, налейте соку, или просто воды даже налейте, совершим хлебопреломление, самое главное наше оружие, оружие христианского воина, пребывать в Боге, когда мы в нем, а он в нас. Так вот, сейчас месяц Элун, лунного календаря, да, библейское вычисление, на иврите написано, сзади меня, Ани, Ледоди, Ведоди, Ли. Я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне, потому что само название этого месяца, лунного календаря, Элун, да, оно испокон веков еврейским сердцем воспринималось, как именно аббревиатура, вот, именно как раз вот этого текста из Писания Священного, из Библии. Этот стих всех стихов, в книге всех книг, в книге всех книг, я говорю, есть песня всех песней, и в этой песне всех песней есть стих всех стихов. Синодальные переводчики перевели этот стих так, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Мудрецы древнееврейские, еще до прихода Машиаха, до Рождества Христа, говорили, что этот есть стих, как бы ключ к уразумению всех еврейских писаний, пророческих писаний, Торы всей. Удивительно, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне. Ани, Ледоди, Ведоди, Ли. И, величайшее таинство, дамы и господа, братья и сестры, спасибо тебе, Господь, Христос в нас, упование и славы, Машиах, поселяется в сердце человеческом, в сознании, в разуме, в подсознании, в сердце нашем, заполненном Христом, заполняющимся Богом, Духом Святым. Когда мы обителем становимся, обителем становимся Духом Святого, не остается никакого места, ни для какого культа, никакого оккульта, никакого заблуждения, никакой ереси. Потому что еще апостол Петр, приз напоминаемый, сегодня уже не раз вспоминаемый, апостол Петр, спасибо за брата нашего возлюбленного, помазанник Божий, он во втором своем послании, соборном, во второй главе, очень дает хорошую характеристику лжеучений, лжеучителям. Я, кстати, прочту даже, прочту, слушайте, эти вещи надо зачитывать из Писаний. Вот, как раз у меня есть 2 Петра, 2 глава. Да, друзья, страшные примеры. Страшные примеры, как раз с Писанием, вот, ветхозаветными примерами, в народе Божьем были лже-пророки, лже-учителя. Да, и в новозаветную эпоху, в эту новозаветную эру, эру благодати, также, и, к сожалению, все эти слова исполнились и исполняются. И сегодня, да, разоблачаем уже учения, да, о культе Богородицы и святых я много рассказываю, да, о молитве за упокой много рассказываю. Почему, кто будет есть хлеб или пить чашу Господне достойно, виновен будет против тела и крови Христа? Да, недостойно, да, я об этом рассказываю. Вы, видимо, брат или сестра, не знаю, не подключайтесь на утренних молитвах. Я рекомендую, пожалуйста, подключайтесь на утренних молитвах в 6 утра. Или же потом, кто не успевает, в записи потом можно будет посмотреть, потому что все эти видео, они автоматически сохраняются, все эти прямые эфиры, они автоматически сохраняются здесь, на моем канале Ютуба. Вот, поэтому я рекомендую все-таки просмотреть, хотя бы, ну, можно сегодняшний посмотреть утренний или вчерашний, там, ну, любой, в принципе, утренний. Я каждое утро совершаю это хлебопреломление, причастие и ховестию. Вот, недостойно рассуждение о теле и крови Христа, мы должны понимать, что это действительно есть и сегодня, не только тогда было, во времена апостолов, это есть и сегодня. Я говорю о достойном причастии, о рассуждении и о теле и крови Иисуса Христа. Причастимся достойно, братья, не будем недостойными, но будем достойными. Как достойно причаститься, я об этом рассказываю. Достойно рассуждать о том, что Иисус Христос, Он мой Господь, Бог и Спаситель. Недостойно рассуждать, недостойно рассуждают те, которые рассуждают так, что Иисус Христос, Он наш общий Господь, Бог и Спаситель. Это недостойное рассуждение. Недостойно. Такие люди суд и осуждение себе лишь примут. Потому что рассуждать, что Он Господь над всеми нами, да, это хорошо, это полуправда, а полуправда бывает хуже, чем откровенная ложь. Да, Андрея очень рад приветствовать, шалом тоже, да, соверши причастие. А как литургия Иоанна Златоустова? Да, совершаемая Златоустова литургию, да, Василия Великого. Слава Богу, за братьев, у нас есть редактированная литургия, как раз издание украинской мовы, издание и на русском языке обязательно, на украинской мове я сам редактировал как раз литургии Арсентоустова, прекрасная литургия вообще, шедевр христианского литургического творчества, евхаристического творчества, слава Богу. Вот, и, потому что полуправда, я говорю, она бывает хуже, чем откровенная ложь. А то, что Господь Бог, Иисус Христос, Он над всеми нами, Господь, это полуправда. Это не спасает человека. Можно всю жизнь так верить и так и быть не спасенным человеком, духовно неперерожденным. А что же спасает? В чем вся правда? А вся правда в том, что Иисус Христос, Он лично мой Господь, Бог и Спаситель. Вот это уже не в суд и в осуждение. Это оправдание. Это спасение. И во многом остальном также. Верить в то, что Иисус Христос, Он умер за грехи мои, это хорошо. За грехи наши это плохо. Полуправда. Когда за грехи наши, да, ну как бы вроде и меня тоже прощают в этом числе, ну так, поскольку, поскольку. Нет. Это полуправда. Вся правда в том, что Иисус Христос, Он простил меня. Недостойно причащаются те, которые веруют, что Иисус Христос, Он простил меня на 99% в 9 десятых. Нет. Это недостойное причащение. Это суд и осуждение себе. Абсолютно правда. Аминь. Господь есть абсолютно правда для верующих, неверующих. Аминь. Аллилуйя. Аллилуйя. Вот. И истинное причастие не в суд и в осуждение, а в оправдание рассуждения. Какое? О теле и крови Иисуса Христа. Что Он простил меня на все 100%. 101% даже можно выразиться так. То, что было, есть и будет все прощено. Я прощен через кровь Иисуса Христа. Я спасен жертвой Агнца Божьего. Это уже действительно рассуждение правдивое о теле и крови Иисуса Христа. Недостойно рассуждают те, что считают, что Иисус Христос не взял на себя болезни и немощи мои. Ну, общей болезни Он взял, как бы, всех людей. Но меня нет. Это недостойно. Это в суд и в осуждение. Потому и немало болеют. И до сих пор христиане многие болеют. И умирают немало. Даже причащаюсь. Но в суд и в осуждение себе. А не в суд и в осуждение, в оправдание причастия. Какое? Когда я говорю. И я говорю это. Я говорю это постоянно. Что Иисус Христос, причащаясь, да, я говорю это, провозглашаю. Иисус Христос, мой целитель. Я исцелен кровью Иисуса Христа, телом ломимым Его. И исцелен полностью, сто процентов. Слава Богу. Я благоставлен всеми благословениями небес через кровь Иисуса Христа. Вот это есть достойное причащение. Все остальное недостойно. Недостойно нашего Господа смотреть на свои грехи. Достойно нашего Господа взирать на Его оправдание. Спасибо Тебе, Господь. Спасибо Тебе, Царь Вселенной. Благодарю Тебя, Боже Всевогущий. Благодарю Тебя. Помолимся. Возьмите себе хлеба. Нету так белого, любого. Ржаного берите, лепешку, там, неважно какой. Возьмите себе кусочек хлеба, отрежьте. Я иногда просто ржаной хлеб использую кусочек, допустим. Нету сока, просто воды наливаю себе. Налите просто воды себе или соку виноградного. Какой есть компотом, что. Мы однажды здесь с детьми причащались, молоко и пряники совершали. Евхаристию Божественную. Знаю, что это была действительно Евхаристия Божественная. Тело и кровь Иисуса. Потому что причастие мы совершаем не просто ртом нашим или желудком. То, что входит в нас, оно не может нас ни осквернить, ни осветить. Друзья, но то, что исходит из нас. А что же исходит из нас, из нашего сердца сегодня? Наше рассуждение о теле и крови Иисуса Христа. Вот это и есть Евхаристия Божественная. Причастие совершается умом и сердцем. Причастие совершается именно таким образом. И неважно, какое вещество мы принимаем сейчас. Умом и сердцем нашим. Умом мы исповедуем эту веру нашу сейчас. И устами сами исповедуем. Сердцем веруем. Аллилуйя. Спасибо тебе, Господь. Спасибо тебе, Господь. Сердцем веруют праведность. Устами исповедуют во спасение. Слава тебе, Боже наш. Благословен Бог наш, всегда, ныне, пресна, во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш. Слава тебе, Царю небесный, утешителю. Дух истины, ты, что везде пребываешь И все собою наполняешь Сокровищница благ и жизни подателю Ты пришел и вселился в нас И очистил нас от всякой скверны И ты спас благой души наши Святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный, хвала тебе Святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный, хвала тебе Святый Боже, святый крепкий Святый бессмертный, хвала и слава и честь тебе Аллилуйя, аллилуйя, хвала тебе И соверши, Господь, хлеб сей честным телом Христа твоего Аминь То, что в чаши сей, честной кровью Христа твоего Аминь Приложив это Духом твоим святым Аминь, аминь, аминь Тело Христово примите Источника бессмертия вкусите Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя Аминь Тело Христово примите Источника бессмертия вкусите Аллилуйя, аллилуйя За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою Благодарю За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За воскресенье твое За победу твою Благодарю Тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой Творец неба и земли всего видимого и невидимого Иегово имя твое Бог патриархов и пророков Ама, Отче Благодарю Тебя, Иисус Христос Спаситель мой, брат мой Господь и Спаситель, Целитель мой Благодарю Тебя О Дух Святой Ты всегда со мной Утешитель мой Вдохновение мое Победа моя Просто я благодарю За все я благодарю За Голгофу и за кровь Благодарим Господа Евхаристия Божественная Благодарение Восхваление Благословен Бог наш Давший нам хлеб из земли Благословен Бог наш Давший нам плод виноградной лозы Аминь 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 Спасибо Господь Спасибо Спасибо Иисус Спасибо Иисус За кровь Твою Спасибо за тело ломимое Твое Благодатью я спасен Через веру в Тебя Слава Тебе Господь И подлинно всяких Кто призовет имя Твое Господь спасется Слава Тебе Я это свидетельствую Я призвал Твое имя Святой Я спасен Через веру Твою Спасибо Тебе Господь Спасибо Ибо возмездие за грех смерть А дар Божий А дар Божий Жизнь вечная Во Христе Иисусе Господи нашим Господи моем Спасибо Слава Тебе Божий Слава Тебе Божий Слава Тебе Божий Благодарю Тебя Господи Божий наш За причащение Святых Христовых Тайн Всех причастников Причастниц Поздравляю С причащением Святых Христовых Тайн Телой крови Господа нашего Спасителя Иисуса Христа Слава Ему за все Свобода от всякой ереси От всякого недоразумения От всякого греха Тели и крови Господа Иисуса Христа Аллилуйя Не всякий говорящий Господи Господи Царство Небесное Аминь Аминь Говорить можно много говорить Надо принимать Прямо сейчас Принимайте Господа Иисуса Христа В свое сердце Христос в нас Упование славы Я молюсь сейчас Прямо сейчас Во имя Иисуса Христа Ради его причестных Тела и крови Молюсь о разрушении Культа Богородицы Во имя Иисуса Христа Молюсь об освобождении Миллионов и миллионов людей Православных Катольников Протестантов От всякой ереси От всякого заблуждения Во имя Иисуса Христа Боже молю тебя Господь Святой Пусть Отвратятся Миллионы верующих От Всевозможных Таких Вымышленных путей К тебе И обратят Внимание И встанут На путь истины Потому что Есть единый путь Истины и жизни Это сам Иисус Христос Пусть Забудут люди О Якобы Других посредниках Вымышленных Человеческих Посредниках К Богу Богородицы И прочих Святых Нет И ангелов Но Господи Боже Пусть Действительно Придет Яркое Четкое Библейское Сознание Что Един Ты Бог Наш Един посредник Между Тобою Святым Богом Создателем Нашим Отцом Небесным И всем Человечеством Истрадавшимся Иисус Христос Праведник Иисус Христос Целитель Наш Спаситель Всего Человеческого Рода Боже Люди Страдают Вся планета Страдает Но Выход Есть Это Иисус Христос Спаситель Наш Господь Наш Тело И кровь Ломимые Это Доказательство Божественной Любви И благодарю Тебя Господь Христос В нас Упование Славы Это Величайшее Таинство Благодарю Тебя Господь За победу Твою И в этот Наступающий Праздник В традиционном Православии Отмечаемом Успение Богородице Боже Молю Тебя Господь Ради Иисуса Христа И ради Светлой Памяти Марии Нашей Самой Уважаемой В истории Человечества Женщины Матери Господа И Спасителя Иисуса Христа Ради Марии Памяти Светлой Боже Пусть Господь Действительно Совершится Чудо В этот Праздник Успения Боже Пусть Множество Душ Обратятся И скажут Нет Успения Нет Нет Это все Вымыслы Человеческие Ненавижу Обратитесь К истине Пусть Обращение Будет К Слову Божьему К истине И скажут Люди Миллионы Людей Не к Марии Обращаясь Не кому-то еще А скажут К небу Обращаясь Иисус Господь Мой Спаситель Мой Иисус Христос И пусть Это исповедание Веры Апостольской Звучит В сердцах И в умах Миллионов Людей Ибо нет Ни в ком Простись Слава Иисусу Христу На веке Слава Богу Святому Аминь Благоставляю Вас Друзья Мои Братья И сестры Возлюбленные Благоставляю Однажды Осенью Ну 20 лет назад Тогда Почти 20 лет назад Я написал Стихотворение Это правда Было не Успение А это было Покрова Я написал Стихотворение Ну в принципе Это одна и та же проблема Пульт Богородицы Один и тот же Антихристианский Я написал Такое стихотворение Праздник Божьего Покрова Станем Братья Отмечать Покровителей Иного Кроме Бога Не сыскать Он Один Ведь лишь Нас знает Как ложимся И встаем Своим Духом Утешает Когда вдруг Мы устаем Всемогущ Наш Бог Небесный Он Из праха Создал Нас Любящий Отец Чудесный Благодатью Нас спас Никакой Святой Обратись Душа Родная В дом Отца Скорей Вернись Бог Готов Грехи Прощая Отворить Дорогу Ввысь Праздник Божьего Покрова Станем Братья И Благодатью Покровителя Благодатью Благодатья Благодатью 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 Архиепископ Сергей Журавлев Реформаторская Православная Церковь Христа Спасителя Киевская Архиепископия Мир Всем вам Сегодня вечер 27 августа И молитесь Друзья мои Пожалуйста Молитесь Аминь При содействии Ваши молитесь За нас Чтобы Даровано нам Аминь Аминь Ходатайствуйте Тоже до Ходатайств Молитесь И особенно Молитесь Сегодняшний вечер Ночью Завтра днем Кто будет молиться В разное время Молитесь Завтрашним днем Особенно О разрушении Всякого культа Богородицы Всякого религиозного Культизма И о том Чтобы имя Иисуса Христа Воссияло В Церкви Божьей Аминь Аллилуйя Аллилуйя